Утро Карачаево-Черкесии приветствует вас. В региональной столице продолжается ремонт автомобильных дорог. Всего в этом году обновят и обустроят 25 участков. Все ресурсы, оснабжающие организации Черкеска, уведомлены о проведении ремонтных работ и необходимости своевременно осмотреть свои коммуникации, чтобы не разрушать дорожное полотно после его укладки. На каждом объекте также установят дорожные знаки и нанесут разметку. На широких улицах появятся полноценные тротуары. В Доме культуры Аула Беслиней прошел большой благотворительный концерт. Все собранные средства передадут фонду родные сердца, который оказывает помощь и поддержку военнослужащим, находящимся на передовой в зоне специальной военной операции. На сцене выступили известные артисты Карачаева-Черкесии, которые подарили зрителям яркие впечатления. По их признанию, они не смогли остаться в стороне в такое сложное для страны историческое время. Проведение благотворительного концерта стало еще одной возможностью показать единство и сплоченность. Ведь сегодня важен каждый вклад в общее дело. Огромная благодарность организаторам, тем, кто додумался до этого сделать такое мероприятие. И вырученные средства, естественно, пойдут в помощь нашим ребятам, нашим солдатам, нашим героям. Им это очень нужно. Есть места, где больше техника нужна. Есть места, где даже еда, просто еду просят. Есть места, где воды просто просят. И вот это все регулируется, естественно. Чем можем, тем помогаем. Подробнее о том, как прошел концерт, расскажем в нашем следующем выпуске Вестей, который выйдет в эфир в 14.30. В Музее истории церкви и казачества при Никольском соборе Черкеска отметили труд добровольцев, которые не первый год отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Кто-то из них плетет маскировочные сети, делает окопные свечи, другие шьют или вяжут вещи для бойцов, третьи собирают средства на генераторы, рации для военных и доставляют помощь мирным жителям, детским домам новых российских регионов. И таких неравнодушных людей, которых объединил Никольский храм, более 500. Поблагодарить их за доброе дело пришли представители общественных организаций. Несколько волонтеров получили благодарственные письма главы республики. После награждения состоялось чайпитие, за которым ключарь Никольского собора протеерей Сергей Кузнецов также поздравил добровольцев и поблагодарил за труды. Это очень большой, колоссальный труд. Причем это не труд от праздника к празднику, это постоянный труд. То есть они ежедневно приходят в Николин уголок рано утром и, например, плетут маскировочные сети. Когда приходит сезон, мы изготавливаем окопные свечи, браслеты выживания. Вот сейчас отправили помощь в Курскую область. Карачаево-Черкесия попала в топ-10 туристических направлений августа у россиян. В последний месяц лета наблюдается заметный рост популярности у горных направлений. Так, спрос на путешествия в Карачаево-Черкесии увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли Яндекс.Путешествия, проанализировав данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов в августе этого и прошлого годов. Такая тенденция связана с несколькими факторами. В последние несколько лет россияне стали активнее открывать для себя туристические возможности внутри страны. При этом горные курорты и маршруты пользуются повышенным спросом, так как предлагают возможность активного отдыха, красивые природные пейзажи и целый ряд дополнительных развлечений. Новые возможности для активного отдыха открываются как для опытных путешественников, так и для новичков. Так что наши известные на всю страну всесезонные курорты Архы, Сдамбай, Тиберда, Медовые водопады ждут всех желающих скрасить свои выходные. Далее прогноз погоды. Следующий информационный выпуск смотрите в 14.30. Удачного всем дня и приятных выходных. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6.11, температура ночью 15.20, в горах до плюс 15, днем 26.31 и местами до плюс 23. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6.11, температура ночью 18.20, а днем 29.31 градусов тепла и высокая пожароопасность.